Здесь, на Чкаловской, в рамках партийного приема местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района Надежда Суровцева и депутат Совета депутатов городского поселения Щелково Галина Чмыхова проводят прием жителей. На встречу пришло более 20 человек. Основные вопросы касались благоустройства территорий, вступления в программу капитального ремонта домов. Инициативная группа жителей попросила скорректировать план работ по благоустройству сквера между домами по улице Стефановского и Жуковского. Жители хотят иметь зону отдыха уже без детских площадок, где можно спокойно отдохнуть людям разного возраста. Сейчас жители говорят, что достаточно очень много на Чкаловской детских площадок. Мы хотим сделать такую благоустроенную зону, где не было бы детских площадок. Но были бы такие, знаете, тихие зоны для того, чтобы могли, допустим, жители более мудрого возраста посидеть, там более пожилые, может быть, отдохнуть. Может быть, мамочки с детьми с колясками, где не нужен вот этот вот шум. Ну и это возможно. На прием пришла и представитель инициативной группы граждан, которые сами своими силами активно занимаются вопросами озеленения. Мы обсуждали вопрос о посадке елочек, так называемой шеруди, то есть это лесочек на Стефановского 1 и 2. Мы там с ребятами посадили и с молодежью, с детьми посадили елочки. И чтобы случайно не скосили, мы попросили помощи у службы озеленения, ну и у депутатов, естественно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот такие приемы, они важны для жителей? Ну, конечно. Сейчас очень много дезинформации идет в интернете, и поэтому такие встречи, они все расставляют на свои места, идет конструктивный диалог, и все решается, причем очень легко. Партийный прием «Единой России» проходит и в других микрорайонах Щелково. Причем в них участвуют и городские депутаты, избранные местными жителями. Так в микрорайоне «Заречный» прием вел, в том числе и депутат Совета депутатов городского поселения Щелково, Андрей Романенко. В основном речь шла о благоустройстве дворов, состоянии жилых домов, подъездов, подъездных путей, об устройстве парковок. И что интересно, здесь тоже обсуждался вопрос, связанный с количеством детских площадок и их достаточностью для совершенно конкретных городских территорий, а также с возможностью замены плановых заданий по установке детских дворовых комплексов на зоны отдыха для людей постарше. «Для детей действительно у нас много. У нашего дома с одной стороны школа, с другой детский сад. Там такая отличная для детей площадка, со всего микрорайона к нам гулять ходят. Пенсионеры завидуют, имеют право просить и себе площадку». На приеме обсуждалась также и необходимость на тех местах, где были демонтированы ракушки, навести порядок и обустроить освободившуюся территорию. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».